В этот день на сцене концертного зала центра сошлись в битве за зрителя, как обычно, два факультета. Технологический и юридический. А в зале болела группа поддержки. Потому что наши одногруппники там участвуют. Мы очень дружим с тем потоком нашего факультета. Мы за всех болеем. За все факультеты, в принципе, но, естественно, за нас больше всех. И мы очень любим наш факультет. Он прекрасен. Технологический факультет показал историю о пациентах клиники для душевноболенных людей. Кроме захватывающих танцев, искрометных шуток и музыкальных номеров, ребята донесли мысль до гостей. Они заставили зрителя задуматься, что такое норма для здорового и душевнобольного человека. Отличается ли влюбленный от сумасшедшего. Вы живете в рамках, вы живете в шаблонах. А вот выступление юридического факультета Круганского госуниверситета отличалось яркими красками. Место действия – деревня. Ребята хотели показать, что жизнь в селах и деревнях самобытна. Там тоже есть свои радости и прелести. У нас будет очень фееричное такое выступление, которое должно запомниться зрителям, потому что оно вернет их в такую старину. И они должны прочувствовать разницу между деревней и городом. Задействовано более 30 человек. Готовились очень упорно и долго. Декорации, костюмы, проходки, модели и так далее. Очень все это было сложно, но мы сделали. Наравне со студентами на сцене выступал и декан факультета. Получилось очень случайно, но, честно говоря, мы пришли с ребятами к тому мнению, что мы должны быть все вместе. И учитывая, что мы последний месяц в факультет, и с 1 января мы уже будем в институты, и я за 12 лет деканства решила ставить вместе с ними на сцену. Я полагаю, что у нас все получится, потому что мы поем, танцуем. И это очень нас близило. И перед сессией я полагаю, что это будет очень здорово. Впереди еще два концертных дня. 19 числа состоится выступление 10-го факультета. В составе команды преподаватели университета. А 26 декабря пройдет гала-концерт, на котором выступят факультеты со своими лучшими номерами. Андрей Бахарев, Павел Баев, Владислав Базалев, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру.